Хороший художник должен быть гений, желательно одинокий, желательно, чтобы вокруг него было буржуазное общество, которое его не понимает и отвергает. И он, конечно, должен в нищете умереть. Вот это все никак не относится к Реймбрандту. Он признанный художник, ужасно популярный, ужасно замечательный, плодовитый и так далее. Это уже бренд. Рядом с маэстрией Реймбрандтовских афуртов то, что делали его ученики, детский сад. Даже ясный, я бы сказал. Этот художник живет в нечеловечески богатом доме. Простите за сравнение, амстердамская рублевка. Там живут миллионеры. Он изумительно умел зарабатывать деньги и вообще не умел их тратить. Ты знаешь, после посещения Эрмитажной галереи я все-таки поверил, что Реймбрандт Ван Рейн – великий художник. Реймбрандт Ван Реймбрандт 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 Это традиция конца 19-начала 20 века, когда языком искусствознания был французский. Поэтому неправильное ударение. А у нас, если его правильно говорить, он будет Хэм 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 Хэйн. То есть ударение на первом слоге. Хорошо. Так, давайте вначале коротенькое жизнеописание. Да. Родился и так далее, и так далее. Когда родился, точно не знаем. Потому что, значит, у нас есть примерно через 20 с чем-то лет такая книжка «Путеводитель по любимому городу, по родному городу Реймбрандта». Ее путеводитель, эту книжку, написал человек по фамилии Иван Орлей, который был бургомистром. То есть это был такой промоушен родного города. И в нем он упоминает, что 15 июля 1606 года родился наш прекрасный, замечательный художник. У нас нет ни записи крестильной, церковной. Это единственный источник, которому упоминается 15 июля, который с тех пор все и празднуют. Но когда, например, у нас есть другие документы, где он указывает свой возраст, например, поступление в университет. В университет он поступил до дня рождения, в мае, если я не ошибаюсь, 20-го года. И там указывается, что ему 13. То есть не очень совпадает. Но, по большому счету, это не имеет никакого значения. Главное, что он родился в 606 году. И главное, где? Потому что Лейден для Голландии 17 века – это очень многозначительная штука. Лейден для Голландии 17 века – это что-то, если подбирать аналоги советско-постсоветские, а скорее советские, то это Ленинград плюс Иваново. Блин, ну как? Сейчас объясню. Потому что что такое Лейден в начале 17 века? Это героический город, который выдержал блокаду. В чистом виде аналогии с Ленинградом. Но только у нас было 860 дней, а у них было 4,5 месяца. Но это был поворотный момент. Если бы Лейденцы сдали город, испанцы бы рассекли Голландию на две части и, вероятно, победили бы в войне. Но эти ребята ели кошек, мышей, траву с могил, все как положено. За 5 месяцев они съели все, что было можно. Треть Лейденцев умерла от голода и болезней. Вот. И самый эффектный момент был, как они сняли испанскую блокаду. Они, отчаявшись и понимая, потому что внутри, конечно, были люди, которые говорили, да уже сдаваться пора. А один ученый гуманитарий, Ван дер Босс, говорил, что нет, ни за что сдаваться не будем. И они взяли и открыли плотины. Они открыли плотины, испанский лагерь утонул под водой. На помощь к ним прорвались морские гёзы, то есть повстанцы, которые оперировали на маленьких легких суденышках. Кино просто. Это абсолютно такая, да, глюнский боевик. Вот. И таким образом в 1574 году они сняли блокаду Лейдена, и это был поворотный момент, ну как Сталинград примерно. Да, с этих пор было понятно, что испанцы не победят. Война ещё длилась много-много лет, но было понятно, что не победят. Значит, а почему Иваново? Потому что Лейден – это город мануфактуры. Лейден – это главный центр производства тканей на все низинные земли. Это такой вот текстильный центр. Вот. На этом аналогии кончаются, потому что, когда Вильгельм Аранский приехал в освобождённый город, и спросил, ребята, что вы хотите в награду? Вы такие молодцы. Хотите, дам освобождение от налогов на 10 лет. Или, может быть, что вам угодно. Они сказали, да, нам угодно. Аналогии с нас можно не снимать. Сделайте нам в городе университет. И это стал первый главный протестантский университет, к которому мы ещё вернёмся. Знаменитый в нём учился в 18-19 веке, много русских, кстати. Но проблема была в том, что за подвиг блокадный город получил университет. Я сказал, аналогия заканчивается, потому что за подвиг блокадный Ленинград получил разгром университета. Ну и всего прочего ленинградской оппозиции, которая, наверное, существовала только в воспалённом мозгу товарища Сталина. Вот. Вот это важно. Это человек, земля, политая кровью. Патриотизм. Борьба за свободу своей родины. Этот город вырос в три раза. Там где-то, когда Рембрандт родился, в нём было около 15 тысяч жителей. В 1926 году, когда Рембрандт вернулся из Амстердама, там было уже 45. Что это такое? Это не то, чтобы они так здорово рожали. Это не бэби-бум. Это эмиграция. Это эмиграция наших протестантов. Во-первых, из Фландрии, где к тому времени Антверпен уже взяли испанцы обратно и навсегда. А с другой стороны, это немецкие протестанты, французские гугеноты, ткачи. Профессиональные ткачи из Франции, из Брюсселя, Антверпена и Лёвена. Они создали эту базу. И поэтому, значит, это, собственно говоря, второй город. По-экономически. После Амстердама. Да, после Амстердама. Не знаю, как у вас, а у меня есть несколько совершенно разных компаний друзей. С ними мы обсуждаем абсолютно разные вещи. И мне это очень нравится. Потому что разные идеи делают людей совершенно разными. И все это вместе помогает моему собственному мозгу не черстветь. Ну, с одной из компаний мы, например, часто сидим вечерами дома, на кухне. И обсуждаем творчество Александра Исаевича Солженицына. Его книги, его эмиграцию, его значение для страны. Я считаю, что это важно. С другой компанией мы частенько сидим в баре до глубокой ночи. Выпиваем, смотрим футбол. Болеем за нашу сборную. Ну или за клуб. Ну а с третьей компанией вы не поверите. Мы сидим у костра в лесу и переживаем о том, что нам совсем скоро предстоит длинный путь до Мордора. Но какими бы разными не были все эти люди, есть что-то в этом мире, что их всех объединяет. Ну, например, любовь к этому восьмилетнему виски. Дело в том, что этот напиток сделан по методу двойной выдержки, который придает ему приятное послевкусие. Которое делает любую беседу еще более приятной. В общем, я надеюсь, что вам предстоят только одни приятные муки выбора. В какой компании вам предстоит провести ближайшие выходные. Потому что напиток вам выбирать не придется. Этот виски подойдет для любой компании. Ну а я пошел делать ножны для мяча. А то нам в выходные предстоит битва за Хельмову пати. Пока. Что мы знаем о семье, в которой он родился? О семье мы знаем с одной стороны много, с другой стороны мало. Мы хорошо знаем, кто они были, где они жили. У нас есть карта, на которой видна эта самая мельница. Но когда мы начинаем говорить о семье, значит, здесь важно сделать одно предварительное замечание. Наше представление. Я не говорю о представлении людей, которые профессионально занимаются биографией и искусством Рембрандта. Я говорю о представлении в обществе. А представление о Рембрандте и его искусстве сильно искажено. У нас сбит фокус. У нас искаженная перспектива. Что я имею в виду? Давайте я вам задам несколько вопросов. Значит, я буду называть, как некоторые, значит, факты или понятия. А вы будете говорить, правда или неправда. Давайте. Значит, Рембрандт родился в Голландии. Правда. Рембрандт родился в семье бедного голландского мельника. Правда. Рембрандт стал великим голландским художником. Правда. Рембрандт был непонят современниками и после картин 1642 года «Ночной дозор» его карьера покатилась вниз, потому что изображенные были недовольны и требовали денег. Неправда. Молодец. Значит… Я смотрел вашу лекцию. Едем дальше. Значит, Рембрандт разорился и был вынужден приехать в бедный еврейский район. Неправда. Правда. 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 Нет. Неправда. Нет. А Рембрандт был забыт и непонят современниками? Правда. А Рембрандт умер в нищете? Правда. Неправда. Неправда. Да? То есть, вот мы провели маленький эксперимент. Из него видно, что, значит, общее мнение о Рембрандте, оно не просто так, да? Это, видимо, какая-то потребность нашего сознания, потому что хороший художник, великий художник должен обязательно страдать. И это не чисто русское. Это вообще европейская идея, да? Второй самый популярный голландский художник какой, кроме Рембрандта? Ван Гог. Ну, конечно, Ван Гог. Не узнаем? Чик-чик. Да? Бедный. Значит, никаких. Продал вообще одну картину, в отличие от Рембрандта, за всю жизнь, да? Значит, ужасно страдал, покончил самоубийством, был совершенно непонятный, да? Хороший художник должен быть гений, желательно одинокий, желательно, чтобы вокруг него было буржуазное общество, которое его не понимает и отвергает. И он, конечно, должен в нищете умереть, да? Вот это все никак не относится к Рембрандту. Это все, как бы, мягко говоря, уклонение от истины, да? Значит, первое. Рембрандт родился в семье бедного голландского мельника. То есть был из народа, да? Полное вранье, да? Потому что мельник, владелец мельницы – это основа нашей Голландской республики в семнадцатом веке. Это upper middle class, да? Ни о каком парне из народа речи нет, да? Тем более его папа отдал в университет вообще, говоря, после того, как он закончил латинскую школу. Значит, что у нас там было дальше? Значит, написав картину 1642 года «Ночной дозор», да, Рембрандт поссорился с заказчиками, и с этого момента все пошло плохо. Абсолютная ерунда, причем совершенно непонятно, откуда родилась, да? Откуда родилась идея, что заказчики, то есть вот эти ребята, изображенные на «Ночном дозоре», что они какую-то критику предъявляли. И это все придумали замечательные наши коллеги, французские искусствоведы в конце девятнадцатого века. Зачем? Значит, у них были свои очень понятные цели, им нужен был некоторый тотем, некоторый идеал, некоторый образ, который они могли бы использовать в борьбе с косной, нехорошей, буржуазной классицизирующей академией. Поэтому они создали образ Рембрандта. На английском языке это называется «Персона», как ни странно. Вот это вот конструированный такой концепт. Значит, что в него входило? Вот это все. То есть бедный, несчастный, но при этом, значит, который был страшно гордый и одинокий. Он не любил ходить, кланяться во дворцы. Он не любил всяких, значит, князей и мирских, и церковных. Он был невероятно силен, как мужчина. Он был яркий и громкий и так далее, и так далее. Вот этот образ антиклассистического художника, который либерально-социалистически настроенные искусствоведы и художники, значит, вот подняли на щит и вылепили вот такого прекрасного антибуржуазного протестантского Рембрандта. Протестантского не в смысле религии, протестантского, что он все время конфликтует с властями и окружающим костным и нехорошим буржуазным обществом. То есть, да, вот и кивали как бы на этот образ, это был как бы сконструированный ими сами идеал. Вот. Нельзя сказать, что эти люди не внесли чего-то хорошего, да. Там, например, Тарей Бюргер, который был из этой когорты, он вообще-то нам Вермеер открыл. Открыл. Ну, не то чтобы он открыл, он его собрал по кусочкам, да, и вот показал нам, какой он прекрасный. И теперь для нас Вермеер имя номер два в голландском искусстве 17 века, да, Рембрандт сразу Вермеер. Да. Вот. Значит, это общее введение к тому, что последние 50 лет люди, которые профессионально занимаются искусством биографии Рембрандта, уже, так сказать, утомились ужасно рассказывать, значит, аудитории, что в основном вот то, что я пересказал, вопросы, которые я им задал, там было два вопроса с ответом «да». Он родился в Голландии, был великий голландский художник. Да. Все остальное было… А я сижу, блин, такой, до сих пор, ну, значит, отвечал. Вот, понимаете, вот так. Значит, семья у него была крепкая, хорошая, а, значит, но… А половина его родственников были протестантами, то есть перешли в протестантский обряд, а половина остались католиками. И это означало одну простую вещь. Путь к административно-политической деятельности Рембрандту Харминсовичу Ван Рейну закрыт. А почему я сказал Харминсович? Потому что система номинации Голландии 17 века абсолютно совпадает с современной русской. Да. Алексей Петрович Иванов, Рембрандт, имя данное прикрещение, Харминс Зоон, Харминсович, да, Иван Рейн в данном случае, как бы, фамилия, да. Вот, значит, вот эта семья, и интересно, что это была такая чистая норма, да, я не помню, 8 или 9 детей было у папы, у Херета, а, значит, он был 8, да, половина умерла, но детская смертность в 17 веке абсолютно, там, 50% минимум, абсолютно сумасшедшая, да. Вот, и он был единственным, кто был выдвинут семьей, значит, на какую-то более высокую социальную позицию, да, они его стремились поместить в социальный лифт, иди, Рембрандт, учись в университете, да. Вот, из этого ничего не получилось. Его братья и сестры были нормальными гражданками и гражданами города Лейдера, занимались различными ремеслами, да, ну, поскольку с малиной стороны были хлебопеки, булочники, да, то есть они продолжили, а он выпал из этой среды, да, и стал художником, да, то есть, ну, судя по всему, это правда, потому что, как бы, вот, мы по документам, опять же, да, какой инструмент, вот, у Рембрандтаэдов для вот этого развеивания этого мифа. Бумажки, документы, предъявите, пожалуйста, доказательства, да, вот доказательства про Рембрандта и университет одно – имматрикуляция. Он был туда записан в 20-м году, все. С тех пор он не появляется в документах архива Лейденского университета, который отлично сохранился. С момента появления у людей денег, что только не использовалось в качестве валюты. Зачастую, кроме привычных монет или купюр, использовались очень странные предметы. Ну, например, один из законодателей Спарты Ликург ввел в качестве денег огромные железные пруты. Так он боролся с коррупцией. Но в этом есть логика. Попробуйте спрятать целый обоз, груженный такими железными прутами, в тот момент, когда вы пытаетесь отмазать собственного сына от сбрасывания со скалы. На маленьком острове Яб в Микронезе отродясь не было золота или алмазов. Зато там всегда были огромные камни. И эти валуны очень нравились местным жителям. И решили, что это и будут их деньги. Ну и вот представьте себе, решили вы там пойти и купить, не знаю, чипсы. Готовьте 4-тонный камень. Ну и купюры тоже могут быть очень неудобными. Это, например, когда происходит гиперинфляция. Как это случилось в начале нулевых в Зимбабве. В какой-то момент они выпустили купюру номиналом 100 триллионов зимбабвийских долларов. Я не знаю, как с этим они жили, но дети точно кайфовали. То есть можно было спокойно говорить, что зарабатываешь миллиард секстиллионов. Хорошо, что мы живем во времена, пожалуй, самого удобного платежного инструмента. Я, конечно, про кредитную карту от ОТП банка. Судите сами. 120 дней льготного периода на покупке в магазинах или онлайн. Бесплатное обслуживание навсегда. Бесплатная доставка карты прямо к вам домой. Ну и это не 4-тонный булыжник. Тоже мне кажется плюс. Рекомендую вам попробовать эту карту. Тем более, что мы подготовили специальные условия от канала «Еще не позднор» и ОТП банка. Вы получите приветственные 1500 рублей на карту. Если перейдете по ссылке в описании, оформите себе карту и потратите 3000 рублей в первый месяц. Так что торопитесь. Это действительно удобно. А мы продолжаем. Давайте несколько слов скажем о личной жизни. Личная жизнь – это семья, я так понимаю. Семья. Да. Жена и последующие участники его семейной жизни. Жена была одна. Жена была Саске Иван Эйленбург. И здесь снова у нас, значит, мы вынуждены обратиться к документам, чтобы навести некоторую большую ясность. Традиционно описывается, что выскочка из бедных слоев общества женился на дочери бургомистра. И таким образом пытался попасть в аристократическую среду. А бургомистра на сегодняшний день – это кто, мэр? Да, это мэр, конечно. Это мэр. Да. Но там есть одна маленькая разница. У нас сегодня и в России, и в Европе, и в Америке мэр один. А в Голландии бургомистров либо двое, либо четверо. В Амстердаме их четверо. Там осуществляется постоянная ротация. Там в городе, откуда происходит, а, значит, наша единственная жена Саске, Ван Эйленбург, она происходит из города Леввардена. Это такой, в общем, довольно медвежий угол Голландской республики 17 века. Это Фрисландия. Там живут такие специальные люди, которые еще более суровые, чем голландцы. А они говорят на своем языке. До сегодняшнего дня это разные языки. В Левварден, если звонит человек из Амстердама, у него могут случиться нарушения с коммуникатом. Это как мюнхенец звонит в Берлин. Примерно, если он захочет, берлинец его не поймет. Вот, значит, Левварден знаменит тремя людьми. Значит, первое, это, конечно, у нас Саске, поскольку она муза, любимая жена, титус и все прочее. Второе, это Мата Хари. Мата Хари, известная шпионка. Тоже оттуда родом. Она из Леввардена. И третье, это художник Эшер. Это семья, первое, его единственный законный брак. Дети в законном браке кто? Дети в законном браке в основном, к сожалению, умирают. Это преследует его из Саски, из Хендрики. От законного брака у нас есть титус. Ну, совершенно очевидно по портретам оставшимся абсолютно любимый сын, которого он учит как бы живописному мастерству. Есть даже некоторое количество картин, которые как будто бы приписываются титусу. Есть даже некоторые произведения им подписанные. Ну, в общем, художника из него не получилось. И он умер еще до отца. До смерти отца. То есть при жизни отца умер. Вот там регулярно, ну, мы понимаем, да, что женщина в 17 веке работает на износ. Понятия котроцепты отсутствуют, понятия как-то планирования семьи абсолютно отсутствуют, да. Поэтому, значит, голландки рожают каждый год, каждый год, каждый год. А женский организм, вообще-то говоря, не тракторкирует 701, да. А вообще-то женщины сильно устают, да, и организмы ослабевают, да. Если ты рожаешь 8 лет подряд каждый год ребенка, да, то, в общем, с трудом можно себе представить, что она еще выглядела вот такой вот прекрасной красавицей, да. Интересно, это после скольки она здесь? Это она, ну, так, где-то после 5-4, наверное, что-нибудь такое, да. Вот. В общем, женская доля, она такая очень тяжелая. И она умирает в 42-м году, в том же году, когда Рембрандт получает этот свой мегагонорар 1600 гульденов, уже он признанный художник, он уже главная фигура на рынке амстердамского портретирования, как минимум. Он уже международный известный художник, да, в три, уже, когда там из Парижа едет арт-дилер в Голландию, чтобы купить, значит, что-то свеженького голландского, другой его приятель ему вдогонку пишет письмо, передай привет тому-то, тому-то и Рембрандту и привези чего-нибудь новенького от него. Понимаете? Он даже не пишет, что привезти, картину, рисунок или гравюру. Это уже бренд, да, привези что-нибудь новенького от Рембрандта. То есть, меньше десяти лет, как он приехал в Амстердам, уже в Париже всякий профессионал знает, что в Амстердаме работает суперхудожник, да, что он ужасно популярный, ужасно замечательный, плодовитый и так далее, так далее, так далее. Этот художник живет в нечеловечески богатом доме, да, пятиэтажный особняк, на улице, ну, как бы это такая, простите за сравнение, Амстердамская рублевка. Там живут миллионеры, да, там живут миллионеры, и эти миллионеры могут быть художниками. К последующим не женам, но подругам. Да, в 42-м году умирает бедная Саския, и Рембрандт нанимает Гертье, да, женщину, которая проведет в его доме несколько лет, которая станет его любовницей. И на этом кейсе, как сейчас говорят умные люди, эта ситуация с Гертье Диркс, она нам показывает, что гений не обязательно хороший человек. Потому что мы знаем, что женщина эта очень любила мальчика, титуса, а как у голландцев выражается любовь. Почему мы знаем, что она его любила? Она ему написала завещание, что ему передается все ее имущество, если она умирает. Большего голландеца или голландка сделать не может. Значит, она его, собственно, воспитала. Она была сожительницей крупного известного амстрардамского художника, но через несколько лет прошла любовь. А Гертье стал не справляться, а она была из не очень высокого социального уровня, она была жена отставного трубача городского. То есть не эти, не регенты, не люди, которые управляют. И в доме появилась новая служанка, молодая Хенрики Стофельс, тоже молодая провинциалка, не из Амстердама. И у Рембрандта случился новый роман. И вот тут началась ужасно неприятная история, которая, к сожалению, для Рембрандта тщательно документирована. Рембрандт повел себя совершенно. Как мужчина, да. Он себя повел совершенно, как Мэйл Шовинист Пик. И, значит, она подала в суд, как настоящая голландка. Да, Рембрандт тоже любил судиться. Там примерно около 20 процессов. Примерно в 20 процессах он участвовал за свою жизнь. Она подала на него в суд, говоря, что он обещал жениться. А в Голландии устное слово до сих пор юридически приравнивается к письменному договору. Да ладно. Честное слово. Да, так и есть. Если вам сказали, что мы вас возьмем на работу с окладом в 50 тысяч евро, а потом сказали, что нет, мы вас не возьмем, вы можете подавать в суд, и вы его выиграете. Ну, насчет жениться-то сейчас вряд ли работает. Насчет жениться ничего не знаю. Институт семьи сильно изменился с 17 века. Но тогда бедная Герти подала в суд и требовала денег, потому что Рембрандт обещал на ней жениться. Рембрандт дарил ей колечки и сережки, демонстрировал судьям эти колечки и сережки, вещдоки. А судьи сказали, что, конечно, нехорошо. Нельзя так к женщинам обращаться, поэтому присудим вам, Рембрандт Харминцевич, алименты платить. Около 150 гульденов в год. Для Рембрандта это были никакие деньги. Но Рембрандт обладал, судя по документам, которые нам сегодня доступны, обладал одним свойством. Он всегда упирался и никогда ни с чем не соглашался. Особенно, когда речь шла о конфликтных ситуациях, он никогда не давал задний ход. Поэтому он продолжал настаивать, что Герти все врет, перетащил на свою сторону брата ее. И через несколько лет вот этой склоки им удалось засунуть бедную женщину в работный дом. А голландский работный дом, это вам, я скажу, это очень неприятный вещь, особенно в 17 веке. То есть там это не дом отдыха. Это, в общем, реально такое суровое кальвинистское исправительное учреждение. Вот они, он ее засунул при помощи брата ее собственного в исправительный дом, ну, собственно, в колонию, да. И предался нежной любви с Хендрикой Стофелес, которая была у него служанкой, да, вела хозяйство, ну, как Герти до этого. Вот потом случилась еще более неприятная ситуация, потому что Герти вышла из работного дома. Ну, она отсидела свой срок, да. И продолжала, продолжала судиться. С Рембрандтом в результате суд присудил ему уже на этот раз, по-моему, 200 гульденов в год. Ей бедной женщине выплачивается. Вот, кажется, с этим, насколько я помню, с этим приговором он уже не спорил, вероятно, выплачивал. Ну, до банкротства, разумеется. Вот, и Герти, если для Саски у нас есть там, не знаю, десятки картин, где мы уверены, что это она, ну, потому что у нас есть документное доказательство, у нас есть ее портрет, где написано вот это моя любимая Саския, там тексты читаются по-разному, но, в общем, как бы мы обручились тогда-то, да, то есть у нас нет сомнений на здесь документах. Это же лицо, с этими же чертами лица мы встречаем на протяжении всей жизни Саски, то есть до 42-го года, в самых разных ситуациях, у нас эрмитажная флора, да. Этих флор у нас не одна, у нас их штуки 3-4, по-моему, да. Вот, и с Герти у нас та же история. У нас есть рисунки, которые сегодня считаются, изображают Герти Диркс, у нас есть в Шотландии есть картина, которая, как обычно, у Рембрандта Зрелого, непонятно что, да, женщина, прикрывая грудь простыней, отодвигает занавеску и высовывается из кровати, да, ну, что такое кровать в голландском доме 17 века? По нашим понятиям, это шкаф, да, вот Петр, когда приехал в Золандам, он жил в шкафу, собственно говоря, да, и тут то же самое. Вот, поскольку она, эта женщина, была написана в тот момент, когда не было, уже умерла Саски, еще не было Хендрики, то мы делаем вывод, что она, что это, вероятно, портрет Герти, да, ну, кроме того, вот то, что сегодня висит в Эрмитаже под названием Даная, как выяснилось после трудов, да, исследований эрмитажного хранителя Юрия Ивановича Кузнецова, который впервые проделал рентген Даная и выяснил, что Даная переписана, что под тем слоем, который мы видели, скажем так, аккуратно до того, как на нее было совершено вандальное нападение, под этим слоем есть другое женское лицо, да, там изменяется движение ее руки, да, сегодня у нее кисть наверх, тогда у нее была рука вниз, ну, рентген показывает, что под записью, да, положение руки изменилось, поэтому идет, соответственно, теория, гипотеза, которая принята сегодня всем историческим сообществом, что сначала он написал Саски, с Саски, он использовал Саски как модель, как это ему было, естественно, совершенно, как дышать, а потом, когда Саски умерла, он переписал, и вот это, возможно, уже лицо Гертье. Итак, мы отобрали несколько работ, о которых мы более, так сказать, детально поговорим, и первая работа, которую специалисты приблизительно датируют 1625 годом, то есть мы их в хронологическом порядке рассмотрим. Это картина, которая называется «Побиение камнями святого Стефана». Итак, что мы увидим на картине, которая не фрагментарная, и что мы видим на этом фрагменте? Что это такое? Это вообще традиционная иудейская казнь. История святого Стефана – это история первого Иерусалимского священника, который проповедовал веру Христову, был главой Иерусалимской церкви, и, соответственно, люди, которые доминировали в этом смысле, иудаисты, люди, жившие по закону Авраамову, относились к нему, естественно, как керетику, как минимум. Поэтому, значит, он был не то чтобы приговорен в «Деяниях апостолов», там такая сложная более ситуация описывается, он проповедовал, церковь была, но она подвергалась все время нападкам и утеснениям, и вот все это привело к тому, что его повели на суд, на религиозный суд, на суд Синдриона. Ну, вроде бы Синдрион не вынес приговор, однако толпа, она взяла дело в свои руки, и он был побит камнями. Это, еще раз подчеркиваю, традиционная иудейская казнь. Значит, почему Рембардт выбрал такой сюжет? Этим никто не озабачивался, простите за выражение, до 1980-х годов, когда было выдвинуто довольно обоснованное предположение, что эта картина была заказной, и заказали ее не католики, а заказали ее как раз те самые ремонстранты, то есть левое либеральное крыло кальвинистов, и вообще эта картина является некоторой притчей, которая рассказывает нам о терроре со стороны жестких кальвинистов, со стороны гомористов, против ремонстрантов. Круто. С изобразительной точки зрения здесь тоже есть о чем поговорить. Значит, первое. Эта работа выполнена в поэтике Ластмана. Первого, то есть не первого, а второго, или, возможно, третьего учителя, но вот эта яркая, цветастая, колористическая схема. Это многофигурная композиция, которая повествует нам об этом ужасном событии, как человек был, значит, забит камнями до смерти. Она очень стилистически, очень сильно Рембрандт опирается здесь на Ластмана. Это первое. Второе. Еще один вопрос здесь. Вопрос о присутствии Рембрандта в этой картине. Значит, Рембрандт не был пионером в этом смысле, потому что там еще с 15 века итальянские художники имели обычаи вставлять свои портреты или портреты своих покровителей в мнофигурные композиции, которые визуализировали какие-то библейские или евангельские схемы. Да, там этих примеров очень много. В данном случае забавно то, что, похоже, Рембрандт придал как минимум двум, а может быть даже тревым героям собственные черты. Вот мы их здесь и видим. Да, вот мы их здесь и видим. Абсолютно точно человек, голова которого появляется над святым Стефаном. Возможно, человек, который справа от руки первомученика. И, в общем-то, если мы посмотрим на лицо самого Стефана, то мы увидим, что он не очень сильно отличается от автопортретов, которые Рембрандт в таком божестве писал. Но вот это очень даже похоже на то, что будет потом. Да, конечно, справедливо, совершенно справедливо. И это не просто как бы, если бы на этом все закончилось, мы бы сказали, ну вот, он просто использовал себя в качестве модели. Но нет, дело в том, что это как бы не просто факт истории искусства, это еще и факт того, что можно назвать маркетингом. Рембрандт с самого начала своей художественной карьеры настойчиво внедрял в сознание своей аудитории, рынок, собственное лицо, конструируя таким образом, сегодняшними словами говоря, свой бренд. Как мы знаем, начало 30-х годов это отлично уже сработало. Очень рано, в самом конце, по-моему, если я не ошибаюсь, с 20-х годов уже автопортрет Рембрандта был в качестве подарка включен в королевскую английскую коллекцию. То есть вот этот оригинальный, интересный голландский художник, еще молодой, но, безусловно, нечеркально талантливый, он выстроил вот эту, как бы вокруг себя такой образ, сконструировал бренд, и важно, что, судя по всему, уже к началу 30-х годов он не просто выставил себя, сформировал себя на рынке, но, судя по всему, он сформировал вокруг себя некоторый круг людей, любителей искусства Рембрандта, которые были уже подготовлены к этому, и с каждым шагом, как бы и в гравюре, и в живописи, он шел по этому пути и распространял его дальше. Мы знаем, что его имя уже в 30-х годах было известно во Франции, в 50-х годах ему из Сицилии, можете себе представить транспортные сложности, из Сицилии доехать до Амстердама, ему из Сицилии, дон Антонио Руфо, меценат и сицилийский аристократ, заказывает картины. То есть это путь закрепления себя в сознании современников, или, если называть это экономическими термины, это политика вхождения в художественный рынок круга. Так, следующая работа. Это фрагмент. Мы посмотрим сейчас. Фрагмент? Фрагмент из пяти чувств, аллегория зрения. Это не фрагмент, это одна из серий. Прошу прощения, одна из аллегорий. Да, аллегория зрения около 1625 года. Номер два у нас. Значит, какая здесь история? Здесь история о том, как Рембрандт работает с традицией. Опять, мифология, вот эта маска, этот концепт, созданный французами в конце 19 века, говорил нам об одиноком художнике, который рвет с традициями, который идет своим путем, гений-одиночки и все такое прочее. Вот это нам наглядно показывает, что здесь есть легкое преувеличение, как минимум. Что такое сири в нидерландском искусстве в конце 16-го и начало 17 века? Это один из самых распространенных инструментов создания художественного произведения. Живописцы, гравюры, рисовальщики, они конструировали как бы нидерландскую картину мира, используя серийность, то есть стихии. Земля, вода, огонь и так далее, и так далее. Ну, Арчимбольда. Нормальная совершенно ситуация для манеристического искусства. А что такое манеристическое искусство для Рембрандта? Это искусство отцов. Это предыдущее поколение. Какие у нас еще есть серии? Грехи и пороки, добродетели. В эту канву вплетаются античные божества. То есть у нас бывают серии, где античные божества соотнесены, например, со стихиями. Или у нас есть серии, когда у нас есть времена года. Брекель, времена года. Опять норма. Серийность изобразительного произведения. Страсти мы можем рассматривать? Страсти – это несколько другое. Страсти – это все-таки то, где мы идем вслед за религиозным нарративом. Здесь это мы сами комбинируем. Мы делаем серию 12 месяцев. К каждому из месяцев мы ставим в соответствие какого-нибудь античного бога. А каждому античному богу мы ставим в соответствие какого-нибудь добродетеля. Или что-нибудь такое. Вот здесь Рембрандт и просто как хороший ученик идет вслед за своими отцами, за теми, на кого он опирается. Это серия, где есть обоняние, осязание, зрение и так далее. Вот это нормальное для молодого голландского художника, востребованное на рынке. Мы не знаем, для кого он это сделал. Но эта серия, он просто работает по канонам. Он работает по грамматике, которой его научили. Сваненбург, возможно, Пенес, это ученые спорят, ну и Ластман, конечно. И цветовая гамма, она такая скорее ближе к манистической живописи. Розовые, лимонные, цвет морской волны, голубые. У него очень пестрые, собственно, такие попугаи его герои в этих самых, в этих картинах. Это совсем не то, что у нас будет у зрелого Рембрандта и совсем не то, что будет у позднего Рембрандта. Сравнить цветовую гамму этой серии там с блудным сыном, если бы мы не знали, если бы там не было подписи, Р или РХ, Никто бы не сказал, что это вообще-то один и тот же художник. Потому что Рембрандт сильно менял и композиционные схемы, и изобразительный этикет, и пространственное построение, и цветовую гамму очень сильно менял на протяжении разных периодов своего творчества. Он изменялся, очень сильно изменялся. Вот интересно, я на той картине, которую мы первую рассматривали, где Святой Стефан, там она хранится в Лионе, указано. Неважно. Здесь, вот я вижу, частная коллекция. То есть мы не знаем, где эта картина. Мы знаем, где эта картина. А, мы знаем, где эта картина. Мы знаем, где эта картина. И часть этой серии была недавно выставлена в Петербурге. Это коллекция семей Капланов, которая называется Лейденская коллекция. Лейденская коллекция – это как бы имя собственное. Они просто собирали, муж и жена, американские миллионеры, да, они собирали, решили собирать Рембрандта. Как-то связано с Россией Каплана? Нет. Нормальная еврейская фамилия. С Россией никак не связаны. Муж родился в Америке, жена из очень богатой израильской семьи. Из такой финансовой аристократии. Израильской. Вот они очень любили Рембрандта и никак не могли себе представить, что можно, оказывается, взять и собрать сегодня коллекцию Рембрандта, пока муж, который, вообще-то говоря, собирал военные самолеты до этого. Он собирал, увлекался истребителями Второй мировой войны. Вот он их находил, реставрировал и, значит, коллекционировал. Таким образом, однажды в лондонском сети он выпивал с каким-то своим приятелем и поделился с ним, что вот очень люблю искусство Рембрандта, Рембрандта прям очень сильно люблю. Ну вот где же я ему возьму, на что ему собеседник сказал, милый, очень просто, обратись к арт-дилерам. И они собрали на сегодняшний день самую крупную частную коллекцию. У них не только Рембрандт, у них много леденовских художников, у них замечательная коллекция голландской живописи 17 века, но это показывает, что рынок, современный художественный рынок не закрыт. Вот они взяли, если у вас есть деньги, дайте им. Я себе сейчас просто представляю, то есть, ну, то есть, учитывая количество там миллиардеров долларовых, даже в России. Это большая загадка, да. И мы не знаем, что у этих людей. Ну, у некоторых мы знаем, что у них, но Рембрандта, насколько я знаю, никто не собирает. Есть человек, который собирает Рубенса в России, и его восхитительная картина, которую он купил и отреставрировал, Рубенсовская, висела долго в Эрмитаже, замечательная совершенно. Вот, но в принципе, это действительно непонятно. За те деньги, которые люди платят за одну фотографию, сегодня, на международных аукционах, можно купить хорошего Рембрандта. Или купить десяток первоклассных гравюр Рембрандта. Если вы, Николай, дадите мне там 500 миллионов долларов, то через несколько лет с большой степенью вероятности вы получите на выходе неплохую коллекцию голландской живописи 17 века, в которой будет несколько Рембрандтов, вполне возможно. Они появляются на рынке. Это не Леонардо. Хотя Леонардо, как мы знаем, тоже недавно стал появляться на рынке. Ну, говорят, что это не Леонардо. Ученые спорят. Это да, это сложно. Так, поехали дальше. Блин, как интересно. Так, третьим номером мы поставили урок анатомии доктора Тульпа. Да. 32-й год. Мы здесь имеем перед нами во-первых, гильдийский заказ. Гильдийский заказ, он чем хорош для молодого художника? Это не просто выгодный заказ. Это заказ, который... В смысле, выгодный не в деньгах. Он получил за это вполне приличные деньги. Но важно, что он таким образом входит в круг. Он перемещается в среду художников, которым делают гильдийские заказы. Это реноме. Это позиция на художественном уровне. При том, что это, ну, кроме всего прочего, еще шедевр мировой живописи, да, потому что Рембрандт, как обычно, как бы ломает жанровые рамки, да, потому что он из... из такого довольно статичного портрета, группового портрета, где, как бы, люди стоят, ну, немножко как истуканы, да, он делает, так сказать, жанровую сцену. То есть он соединяет два жанра здесь. И, кроме того, мы точно знаем, что это за человек лежит. Кого препарируют? Кого? Дело в том, что по голландским законам 17 века вы имели право легальным образом заниматься препарированием только казненных преступников. И вот этот человек, которого изобразил Рембрандт, да, он был известный бандит и негодяй, который был казнен, который был казнен, и которого, тело которого было передано в гильдию, медицинскую гильдию Амстердама, которая находилась рядом, ну, как рядом, пять минут пешком, да, на Ниве Маркт, на новом рынке, остались ворота, остались крепостные ворота, стены голландцы убрали, потому что сила Амстердама не в стенах, сила Амстердама в деньгах и в том вооружении, которое мы можем купить, да, поэтому эти стены, во-первых, мешали городу расширяться, а во-вторых, они их снесли, потому что они не имели никакого бронительного значения. И вот в этом оставленном предусмотрительными голландцами кусочке стены, то есть это надвратное, оно до сих пор стоит примерно в том же самом виде, вы можете ее посетить. Там была штаб-квартира вот этой самой гильдии, которая заказала, поскольку деканом стал доктор Тюльп, они заказали картину Рембрандту, да, и это, конечно, было для молодого художника чрезвычайно престижно, да, недавно, ему уже только что, ну, примерно в это время, штатхаудер из Гаги заказал ему две картины, воздвижение креста и снятие с креста. Поэтому вот это один из знаков вхождения Рембрандта в клуб, в элитный клуб художников, которым принято заказывать картины в Амстердаме. Тут есть еще одна маленькая деталь. К этому времени, в 1632 году, он еще не был членом гильдии. Членом гильдии он стал только в 1634 году, то есть через два года после того, как эту картину написал. Но нет правил без заключений. Да, вот он был такой бойкий, такой талантливый, и его картины так нравились. А согражданам что? Ну, ну, хорошо, ну, не член гильдии, ну, пускай. Ничего страшного. С точки зрения живописи, то есть вот мы говорили про аллегорию зрения, это примерно 25-й, это 32-й, то есть проходит 7 лет. Проходит 7 лет, и перед нами новый художник. Совершенно. Перед нами абсолютно иное построение пространства. Там плоское, здесь глубокое, перед нами абсолютно другие эмоции, перед нами реальные люди. Мы знаем, кто это такие. Всех. Это групповой, да, да, групповой портрет, да. То есть, ну, это просто как бы небо и земля, потому что это другое, другой художественный язык. Собственно говоря, да. Там он идет по канонам, ни шаг влево, шаг вправо, ни-ни. А здесь он устраивает, ну, так сказать, жанровую революцию, потому что он привносит абсолютно иные критерии изображения, да, эта картина совершенно по-другому относится к реальности. Это картина, изображающая живых людей. Есть какие-то детали, на которые особенно надо внимание обратить здесь? Ну, там есть некоторые детали, на которые можно обратить внимание. Это, понимаете? Ну, классная подпись у него здесь на стене. Это да, 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 да. Это нормальное украшение интерьера, нечто печатное. Часто бывает географическая карта или что-нибудь иное. Значит, есть такая тенденция в современном мире. Значит, Рембарта любят не только искусствоведы, а особенно писать про него. Очень любят люди, не имеющие искусствоведческого образования, поскольку он всех привлекает. Он такой, живиальный, да? Сугестия очень мощная. Поэтому существует такой жанр в престижных медицинских журналах американских, европейских. Ну, с угрюмой регулярностью, просто не меньше раза в год появляются статьи, которые описывают, внимательно анализируют картины Рембрандта, совершенно не учитывая, что это, вообще-то говоря, не цветная фотография, а произведение искусства. Особенно достается бедной Саске. Потому что публикации в американских онкологических журналах, какого рода у нее был рак груди, уже превышает, так сказать, человеческое разумение. Серьезно? Да, абсолютно серьезно. Вот здесь перед нами, то есть не в картине, а то, что вокруг нее, этого человека, эту картину проанализировал известный американский хирург с точки зрения правильности анатомии. и, конечно, нашел там три ошибки. Понимаете, это вот тот случай, когда художественное произведение рассматривается в качестве куска природы. Нет ничего более далекого от Рембрандта. Что-то там у него неправильно. Как-то он, значит, вот сухожилие, пальцы, что-то там такое не так. То есть то, что, собственно говоря, имеет отношение исключительно к анатомии, но никак не к истории искусства. Так, поехали дальше. Четыре. Жертвоприношение Авраама. Тридцать пятый год. Это у нас ремитаж. Жертвоприношение Авраама это то, что современники Рембрандта называли исторической живописью. Это новый, как говорится, барочный Рембрандт. Рембрандт связанный с эффектами. Рембрандт... Боже, какой он разный. Абсолютно. Разница. Чего там? Ну, такая большая. Три года. Да. Здесь, конечно, в первую очередь зрителя приковывает внимание этот нож, летящий, бритвенный заточки, тяжелый нож, который ангел, так сказать, который выпадает из руки отца. Вообще, ситуация довольно грустная. Речь идет о том, что, вообще говоря, ради доказательства веры отец готов убить собственного сына. И эта тема привлекала Рембрандта неоднократно. У него есть несколько гравюр на эту тему. И, ну, известная история, да, как бы для того, чтобы доказать свою лояльность там, чьи ими называть нельзя. Старик Врам возвел сына на гору и уже был готов его закласть. Тут с небес летел ангел. Внимание, с небес летел ангел. Мы только что говорили о протестантском изобразительном этикете. Вообще-то нельзя. Вообще-то как бы... Нежелательно. Ну, вот как бы да. Наши протестантские идеологи говорят, что это нехорошо. Значит, тут мы встречаемся с тем, что художественный рынок, на которых работал Рембрандт, патроны его, заказчики. Я бы не назвал их покровителями, потому что, судя по всему, этому человеку нельзя было покровительствовать. Он был слишком суров и как бы самостоятельен. Но здесь мы встречаемся с тем, что у нас кроме протестантов, которые, конечно, осуществляют идеологический контроль, например, в церквях или в ратуши, кроме протестантов у нас есть еще много других, заказчиков. Католик, любой нормальный католик с удовольствием купил бы эту картину. Иудей, любой нормальный иудей прекрасно, несмотря на то, что здесь мы знаем, что в ортодоксальном иудаизме, как и в ортодоксальном исламе, изображения человеческого тела запрещены, но люди, которые приехали в Амстердам в начале 17 века, это были люди, которые в основной своей массе недавно еще были, во-первых, крещеные сибирийского полуострова, португальские и испанские евреи, и они несли с собой испанскую португальскую культуру, они жили как испанцы, они одевались как испанцы, ну, приехав в Амстердам, они стали одеваться в модные французские одежды, как и, соответственно, их те амстердамцы, которые были ровня в имущественном положении, да, но такая картина вполне могла, мы не знаем заказчика, но она могла быть заказана и католикам, и иудеям, с которыми, как мы знаем, по документам, у Рембрандта были связи, и он во множестве, так сказать, зафиксированный случай, когда он работал и на тех, и на других. Эта картина еще имеет одну тему, которую не бесполезно было бы раскрыть, это, помните, я говорил о том, что такое было принципал, принципал, это картина, выполненная мастером, в отличие от того, что сделано учеником или ассистентом, или человеком, работающим в стиле этого мастера. Поэтому не секрет, что у нас в Эрмитаже висит эта картина и довольно давно, со времен Екатерины, а с другой стороны в Мюнхене в старой пинокотеке висит тоже картина абсолютно на тот же самый сюжет и на 99% совпадающая в деталях. Поэтому была вечная история, где же оригинал? И есть ли оригинал вообще? И история была разрешена совсем недавно, в тот момент, когда Мюнхенский музей прислал в Эрмитаже эта картина на выставку. Вот когда они повесили рядом, все стало ясно. В общем, все стало ясно, что у нас таки оригинал. У нас как бы картина выше качеством, а то, что висит в старой пинокотеке в городе славном Мюнхене, это по всей видимости повторение мастерской. И это нас подводит к другому моменту. Блин, я думаю, они репу почесали, нахрен, нам их сюда прислали? Ну, не исключено, музейщики, люди ревнивые, это правда. Вот, но это нам показывает, что наше сегодняшнее представление живописного произведения, как абсолютно уникального, оно снова не соответствует представлению людей 17 века. Например, первая знаменитая сюжетная картина Рембрандта, одна из самых ранних, Иуда, возвращающая 30 сребряников, известна нам в 8 вариантах. Вот эта картина известна нам в 2-х вариантах. Снова, это нормальное для манеристической и барочной художественной практики это нормальное явление. Например, недалеко от Данаи в Эрмитаже висит еще от Рембрандтовской Данаи висит еще одна Даная Тициана. Сколько Даной Тициана в мире? Как минимум 5. Популярное произведение искусства тиражировалось не только гравюра и не только рисунок. Даже рисунок можно тиражировать, сделав так называемый counterproof. То есть, если положить на рисунок, например, сангиной, то есть красным мелом, выполненный, мы кладем на него чистый лист и прокатываем его во фортном станке. вынимаем и у нас получается оттиск. Зеркальный оттиск с нашего первого рисунка. То есть, теоретически можно репродуцировать даже, безуслового труда, даже рисунок. Что говорить о гравюрах, которые принципиально принципиально многокопейны, то есть, их потенциально но даже и рембрандтовские картины в довольно значительном количестве существуют в нескольких версиях. Как правило, одна версия все-таки то, что мы сегодня называем повыше качеством, и мы ее соответственно куда деваться приписываем рембрандту, а остальные картины они как бы похожи. Практика нормальная, но оригинал у нас. В этом случае у нас. Даная? Да. Про нее мы уже даже поговорили. Давайте все-таки так, еще раз. Что мы видим? Скорее всего мы видим тело Саски с лицом по всей видимости Герти Диркс. Кто вот это? Это непонятно кто. Это ну очень просто значит что перед нами? Перед нами визуализация известного мифа о том, что когда родился внук у царя Аргаса было предсказание, что внук до того простите было предсказание, что если дочь Аргасского царя Даная родит сына, то сын убьет деда. Деду это естественным образом не понравилось. Соответственно он значит заточил бедную дочь в башню, не допускал к ней мужчин, поскольку она была невероятная красавица, Зевс об этом узнал, Зевс известный гуманайзер, да, у него было огромное количество внебрачных связей, и он проник в виде золотого дождя, проник в эту башню, Даная родила мальчика, мальчик вырос, и однажды метая на стадионе диск, метнул его так удачно, что попал в голову дедушки. То есть судьбу обмануть не удалось. Вот в данном случае перед нами очень личностный документ, изобразительный. Еще раз повторяю, почему мы имеем право так сказать, по той простой причине, что эта картина, которая впервые, написана в 1936 году, несколько раз переписывалась и никогда не была продана. Она всегда висела в доме Рембарта, в том самом доме, который он обещал купить за 13 тысяч гульденов, но, как известно, сделал только первый платеж, а потом всю оставшуюся жизнь не платил ни копейки, прожил в нем почти 19 лет. Хотел бы я посмотреть. А когда они опись провели и забрали, она куда поехала? Ой, каким образом распределялись картины из последней коллекции Рембарнта, мы не очень граждане. Если мне не изменяет память, она обнаружилась во Франции в XVIII веке. И она была куплена из коллекции кроза, оборона кроза, которую распродавал его племянник после смерти барона. Кроза был один из двух финансистов французского короля, и кличка у него была кроза бедный, потому что он был всего-навсему миллионер, а его старший брат был мультимиллионер. Поэтому был кроза богатый, а был кроза бедный. Вот кроза бедный был некоторым вроде, по всей видимости, эротоманом, потому что у него была целая коллекция обнаженного женского тела. Да, картины изображающих обнаженного женского тела. Сколько раз покушались на Данаю? На Данаю покушались один раз. Солнечным летним днем, в воскресенье в Эрмитаж пришел человек, папа которого был по решению военно-полевого суда или суда НКВД, не помню, расстрелян за коллаборационизм, за сотрудничество с немцами во время Второй мировой войны. Он был литовец, имя его я называть принципиально не буду. И этот человек вырос и в довольно зрелом возрасте уже решил таким странным образом отомстить советской власти. Почему? Для того, чтобы отомстить советской власти, нужно уничтожать картину в рентаван рейна, а это мы оставим так сказать для психиатров. Но факт есть факт, что этот человек одел пояс шахида, у него на деле была взрывчатка. Это какой год? В 80 какой-то 80-е годы. У вас еще не было в армитаже? Было. Вы уже работали? У меня уже было в армитаже. А вы в этот день были на работе? Нет, в воскресенье. Это воскресенье? В воскресенье. В этом-то и ужас. На теле у него был динамит, у него был стеклянный сосуд с серной кислотой и острый нож. И согласно показаниям служительниц в залах, его маршрут в армитаже был определен тем, что он обратился к какой-то из наших замечательных бабушек, которые сидят в залах и спросил, а какая-то самая лучшая картина. Ему сказали, ну, милый, конечно, Даней Рембрандт. Как к ней пройти? Да вот туда пойдешь, свернешь налево. Вот он пришел, сначала нанес несколько ударов по изображению обнаженного тела. Она была не под стеклом? Она была не под каким стеклом, тогда вообще ни одной картины в армитаже не было под стеклом. Вот. Ну, или там, может быть, Мадонна Рафаэля была под стеклом, не очень хорошо помню. Вот. И после того, как он нанес несколько секущих ударов по полотну в том месте, где изображается обнаженное женское тело, он туда, значит, вылил кислоту. Если бы кислота попала на неповрежденное полотно, то никакого кошмара бы не было, потому что разъела бы только лак. Но поскольку он нанес несколько вертикальных разрезов, то кислота мгновенно попала в красочный слой. И печаль заключалась в том, что это было воскресенье. В воскресенье как бы все были в ходном дне, кто-то на дачах, и поэтому пока дозвонились до заведующего реставрационной мастерской ныне покойного, уже, значит, прошло около часа примерно, пока его нашли. Вот. И он немедленно заорал в трубку, что положите ее на пол и поливайте водой. Потому что мы плохо учим химию в школе, но нейтрализатор кислоты это простая вода. Вот. И когда уже полотно залили водой, в некотором замешательстве, да, потому что все-таки на шедевр, вот, как бы вот это бурление остановилось, но краска текла потоками. Красочный слой тек потоком, ну, кислота растворяет пигменты, вот, и даже до сих пор на том месте, где она висела, на паркете есть некоторое количество пятен от этой кислоты. Вот. Значит, взрывать себя он не стал, его повязали, он заявил, что это идеологический акт, и все такое прочее. После чего началось многолетнее длинная история с реставрацией картины. Было выделено несколько человек, наших реставраторов живописных, которые сначала создали копию, как бы, по цветным, хорошим японским снимкам, потому что за несколько лет до этого Данай ездил в Японию. И японцы, значит, сфотографировали ее в огромном разрешении, да, и вот была, как бы был, на что ориентироваться. Но это была очень длинная история, значит, и в результате, когда, значит, закончили, то встал вопрос, что же делать, теперь выставлять или не выставлять, потому что потери красочного слоя весьма значительные. И приехала комиссия из Москвы, мастерство культуры, там, бог знает кто, сидели несколько часов, сильно ругались, в результате было решено, что все-таки будем ее выставлять. Но на самом деле, конечно, то, что мы видим сегодня, подойдя вплотную к этой картине, сильно отличается от того, что мы видели раньше. Чтобы какой-то вот образ того до до вандальной Данай значит, себе представить, нужно отойти метров на 10 примерно. Потому что вблизи, конечно, видны ну, это в любом случае подвиг, да, как бы восстановление. Вот. Но в этой трагической ситуации были и свои положительные стороны, потому что после этого очень нашумевшего вандалистического акта Международный комитет музеев и ком такой есть, International Committee of Museum, они по своим сетям разослали по всем музеям как бы инструкцию, что поскольку, к сожалению, музейный вандализм вещь постоянная и защититься от него практически невозможно, все равно найдется какой-нибудь идиот, который что-нибудь такое натворит, да, то они разослали инструкцию о том, что перед шедеврами, рядом с шедеврами, да, рекомендация, чтобы были сифоны с водой, да, чтобы не проходило 40 минут после того, как на кислоту плеснут на полотно. И через несколько лет это сработало, потому что через несколько лет была, уж не помню, какая, вторая или третья уже атака на ночной дозор. И ночной дозор немедленно сняли, немедленно стали поливать водой, и как бы вот на горьком опыте Даная получилось так, что ночной дозор практически, в общем, можно сказать, даже и не пострадал. Ну, собственно, ночной дозор. Значит, ночной дозор еще один случай революционизирования жанра, да, то есть, как писал один из младших современников Рембрандта, сравнительно с этой картиной, все остальные картины, изображающие групповые портреты голландских стрелков, кажутся набором игральных карт. То есть, речь тоже сама о том, что до Рембрандта люди как бы расставлялись как забор, то есть, фронтальная схема, в Эрмитаже есть два таких произведения 16 века, это было очень модно, это было очень престижно, стрелковые роты, там были разные арки-бузиры, лучники, арбалетчики, да, и они играли важную социальную роль, эти стрелковые гильдии, вот, ну, во-первых, это были защитники Родины для начала, но к тому моменту, когда Рембрандт в 1642 году написал это огромное полотно, это самая большая, естественная, картина Рембрандта, как вы понимаете, в этот момент уже стрелковые гильдии превратились в клубы по интересам. Мужские клубы, которые, о, значит, люди, которые изображены вот здесь, и на большом количестве аналогичных картин, выполненных современниками, художниками, современниками Рембрандта, эти люди уже не воевали, за них воевали другие. Это, в данном случае, это один из механизмов социального лифта, человек, который становится начальником, капитаном этой роты, человек, который становится лейтенантом этой роты, или человек, который становится знаменосцем, прапорщиком, да, вот в левой части человек поднимает знамя, через 3-4-5 лет ожидайте этого человека в составе Городского Совета Амстердама или даже в Бургомистрах, которые, напомню, ротировались, их было в Амстердаме четверо. Дальше, значит, что такое перед нами? Перед нами загадочная сцена. Ну, мы знаем, что ночной дозор, да, это уже как бы общее достояние, уже общеизвестное, что к ночи это отношение не имеет, да, а здесь Римбардт изображает выступление, просто выступление стрелковой роты капитана Баненко Кока, да, капитан, его лейтенант, прапорщик и остальные. Участники. Значит, почему ночной дозор? Потому что просто потемнело лак. Кто заказчик? В данном случае очень все четко, заказчиками были те люди, которые изображены. Почему они сделали этот заказ? То есть существует очень правдоподобная теория, которую выдвинул голландско-американский исследователь профессор Хаверкам Бегеман, что эта картина вместе с другими картинами, написанными другими популярными амстердамскими живописцами, были заказаны по поводу такого события, которого давно не было в Амстердаме. Куда они, собственно, собираются, если верить гипотезе Хаверкампа Бегемана? Они собираются приветствовать вдовствующую королеву, королеву Франции, ее фамилия Медичи. А королева Франции, как мы знаем, поссорилась с кардиналом и была вынуждена бежать. А значит, она бежала и стала путешествовать по Европе. В частности, заехала в Нидерланды. И для амстердамской буржуазии это был чрезвычайно удачный случай такого пиара. Потому что к ним приехала королева впервые, может быть, в истории города Амстердама. И количество денег, потраченное на ее прием, было просто нечеловеческое. Ее принимали, давали банкеты, устраивали фейерверки, устраивали праздненства на воде. Поэты декламировали стихи, художники рисовали декорации для плавучих островов, которые плавали по реке Амстель, на которой стоит Амстердам. Что такое Амстердам? Это Амстердам. Дамба на Амстеле. И, судя по всему, с вероятностью 90%, это наши амстердамские регенты, люди, управляющие городом, таким образом мемориализируют свое участие в таком замечательном событии. Как мы здорово принимали французскую королеву, хотя и сбежавшую, хотя и вдовствующую. Но, тем не менее, это королева. Огромное количество конспирологических теорий вокруг этого произведения. Ну, главное какая? Которую не все считают главным шедевром Рембрандта. Надо сказать, ну, самое в художественном смысле впечатляющее – это, конечно, фильм «Рембрандт я обвиняю», где известный наш нидерландский гений кинематографии, повар, его жена Любовина. Питер Грин Уэй. Абсолютно правильно. Где Грин Уэй придумывает абсолютно фейковую историю о том, как Рембрандт поссорился с этими стрелками, как они его хотели убить. В общем, абсолютно такой постмодернизм в Кубе. На самом деле, никто ни с кем не ссорился. На самом деле, у нас есть письменное свидетельство. Через, по-моему, 20 лет после того, как картины нет. Ну да, где-то так. Ну, 15-20 лет двое из изображенных дали письменную расписку, что они очень рады были тому, как нарисована картина. Они ему заплатили все деньги, да, и как бы никакого конфликта не было. Конфликт был выдуман французами в конце 19-го века. Это к вопросу о том, во что верит публика. И эта картина, конечно, отличается от остальных, которые там какой-нибудь Бартоломонс Вандерхельст писал. Рядом другие стрелковые роты, тоже участвовавшие в этом. Да, но в одном эта картина разделяет судьбу очень большого количества полотен и деревянных, и картин, написанных на дереве Рембрандта. Очень многие картины рембрандтовские, в частности и Даная в том числе, дошли до нас в обрезанном виде. Эту картину, несмотря на то, что она была невероятно знаменита, когда переносили из гильдии стрелков, у них был свой офис, свое помещение, где эти картины огромные были развешаны по стенам. Когда стрелковые гильди уже окончательно канули в бездну истории. А это просто было как бы символом Амстердама, и они решили, собственно говоря, переместить ее в то место, где бы на нее могли все посмотреть. Простенок был маловат, поэтому слева и справа наши добрые амстердамцы, не постеснявшись ни грамма, отрезали такие полосы сантиметров, я не помню, 20-40. А в результате чего сегодня, если вы придете в Райкс-музеум, где еще, кстати, сейчас реставрируют при всех, это такая новая мода, реставрация прямо в зале, то есть они закрыты стеклянными стенами. Блин, ну в этом какое-то лукавство. Это привлечение публики в музей, ну что делать? Зачем ночному дозору привлечение публики? Как будто там этой публики когда-то не хватало. Нет, у них довольно хорошо с посетителями, ну вот такая идея. Вот, но огромное количество живописных произведений Рембертта дошло до нас в обрезанном виде. Блин, какая-то эта вирус прозрачности показать. Совершенно почему-то никого не волновало. В 17-18 и даже в начале 19-го века вот люди хладнокровно относились к вещам, сотворенным великим художникам. Обрезали. И все хуже, чем большевики. Ну, это было по-разному. Вот один, например, джентльмен, который управлял этой страной с 1825 по 1852, кажется, год, Николай Павлович Романов, который сделал первый художественный, общедоступный музей в России, называется «Эрмитаж». Да, первый художественный, да, не конскамера Петровская, о художественном музее. Вот он, например, распорядился однажды по идеологическим мотивам изъять из «Эрмитажа» большое количество живописей, связанной с поляками. И что сделал? Часть распродали, часть сожгли, а часть стерли пемзой. Потому что пемзой стирали изображение государя-императора. Видимо, Николай Павлович посчитал невозможным изображение старшего брата придать огню. Да? Но есть документ, который описывает, что вот такое-то количество портретов, написанных либо польскими художниками, либо с польских людей, изображающими эти портреты, вот, часть распродали, часть сожгли, а часть стерли. Так что, это такая очень сложная ситуация. В то же время он впервые открыл коллекции императора, императорские коллекции для публики. Ладно. Святое семейство. Замечательная картина. Зрелый Рембрандт, сороковые годы. У Рембрандта все замечательно, кроме того, что не три года назад умерла жена. Остался маленький сын. Значит, он все еще в зените славы. Он все еще самый высокооплачиваемый художник Голландии. И здесь мы снова встречаемся с ситуацией, которую, как правило, человек, приходящий в Эрмитажную галерею, пропускает. Обратите внимание на десант ангелов из левого верхнего угла. Ну, вот эти вот увесистые малыши с крылышками, вот они реально десантируются в скромное помещение, где папа Иосиф, как ему и положено, работает плотником, а мама Мария, значит, внимательно прикрывает ребеночка, чтобы ему лицо не светило. О чем говорят эти ангелы? Ну, кроме того, что это полная мира и гармония семейная сцена. Эти ангелы говорят, скорее всего, о том, что заказчиком этой картины был католик. Потому что никакой нормальный кальвинист у себя в доме такой бы не повесил. Или он должен был быть уже совершенно забубенным любителем Рембрандта и не реагировать на конфессиональный этикет, да, но в принципе эта картина, ее, как бы, спектр применений довольно узкий, да. Ни протестанты, ни иудеи такую картину бы не купили и у себя дома не повесили. Изобразительный этикет, реализован в этой картине, довольно однозначно говорит о том, что заказчик, которого мы не знаем, был, по всей видимости, католического вероисповедания. Еще раз напоминаю, что католики составляли большинство населения Республики Соединенных Правинцев. Самое потрясное здесь, это, конечно, затылок этого ангела. Ну? В этом столько были. Вот, я скажу, что их, это такой живой поток. Да, они как бы не спадают. Такого никогда еще не видел. Да, наверное, до него и не было затылок. Ну, такие затылки были у его великого предшественника, предшественника Генрика Гульциуса, который, человеческое тело во всех возможных вариантах, да, у него есть... Здесь реально такой просто пацан, такой лопоухий ангел. Ну, что детей вокруг много, чем, собственно, вообще-то... Это класс. Вообще-то это гений, он может нарисовать все, что угодно. Это класс. Так, поехали дальше. Вот, интересно. Портрет старика в красном. Да, это... Ну, докладывайся. Это, как говорят умные люди, знаковая картина, что у меня вызывает лично весьма отрицательные эмоции, да, потому что любая картина построена на определенной изобразительной семиотике, и незнаковых картин не бывает. Даже абстрактная картина все равно является собой изобразительный знак. Но в данном случае знаковая картина имеется в виду не ее художественный статус, а то, как публика Петербурга, Ленинграда, Петербурга воспринимала несколько портретов пожилых людей, которые висели традиционно и до сих пор часто висят в Рембортовской галерее Эрмитар. Это тоже купленная Екатериной, значит, из коллекции графа фон Брюля, вторая половина XVIII века, произведение, которое периодически называлось «Портрет старого еврея», «Портрет старика в красном». А тут есть одно обстоятельство. Дело в том, что у нас есть некоторый такой рембортовский трибунал. То есть он уже прекратил свое существование, но успел много всякого интересного наделать. Этот трибунал называется «Ремборнт Ресерч Проджект», то есть исследовательский проект Ремборнт. Это тот случай, когда голландцы решили, наконец, отделить зерна от плевел и объяснить всему миру, где же у нас Ремборнт, а где у нас не совсем Ремборнт, а где у нас вообще не Ремборнт. Это довольно противоречивая история для 30 лучших голландских ученых. Это национальный проект, подчеркиваю, там никаких немцев и англичан, и американцев близко не подпускали. Это наша голландская. Они, значит, долго работали. Идея была в том, что они составят каталоги Резоне живописи Ремборта, комментированный каталог, да, вот по хронологическому порядку. И главная идея, которая лежала в основе этого исследовательского проекта, была в том, что индивидуальная экспертиза несостоятельна, как правило. Мнение одного человека не может являться достаточно объективным, достаточно фундаментальным. Поэтому идея была в том, что берут шестерых выдающихся голландских эксклюзиадов, они вместе ездят по всему миру, рассматривают картины в Америке, в Англии, в Советском Союзе, на Кубе, да, или еще где-нибудь, и выносят свое осуждение. Все закончилось тем же самым, с чего и начиналось. В результате один из членов этого научного сенклита в последнем томе написал свое личное мнение о том, какие картины Рембрандт, какие не Рембрандт, какие не очень Рембрандт. Вот, в частности, Эрмитаж понес тяжелые потери. До того, как к нам приехали члены Рембрандт Расселевич Проджект, в Эрмитажной галерее значилось 24 Рембрандта. Когда они уехали, в Эрмитажной галерее значится 13 Рембрандтов. Другое дело, что мы с ними, может быть, не согласны, да, но это самая авторитетная международная организация, которая рассказывает о том, Рембрандт это или не Рембрандт. Они сделали очень много полезного. Они подошли к вопросу атрибуции, определения, идентифицированию Рембрандт, не Рембрандт, не с точки зрения насмотренного профессионала, профессора или там хранителя живописи, который 50 лет только делает, что смотрит на Рембрандта. Они привлекли огромное количество технических средств. Они выяснили все про холсты. Какие холсты? Какое плетение? Какие деревяшки? Выяснилось, что часто у нас есть картина, одна, допустим, в Лиссабоне, другая в Нью-Йорке, которые написаны на досках, вырезанных из одного ствола дерева. Они привлекли дендер-хронологов. Они провели огромное количество химических, физических исследований. И в результате всего этого дела Рембрандтовский овер сократился примерно вдвое. Не говоря уже о том, что каждый новый каталог Рязоне, если построить график, что считается Рембрандтом, а что не Рембрандтом в смысле живописи, то у нас получится такой волнистый график. У одного 600, у другого 250, у одного 580, у другого 412, у третьего 560 и так далее. То есть ученые спорят. Но в данном случае перед нами есть результат некоторый, мы не обязательно должны ему подчиняться, но больше половины того, что в музеях и частных коллекциях висело под именем Рембрандт, сегодня подвергается очень часто очень обоснованному сомнению. Кто кроме старика пал жертвой трибунал? Ой, кроме старика пал жертвой у нас старик в доспехе и в шляпе с плюмажем. Кроме этого женские портреты, портрет молодого человека, то есть примерно половина. Кроме старика, например, великое произведение, недавно выставлявшееся, о котором ученые спорят, кто это такие, Давид и Урия. В заключительном томе Рембрандт и Сейсбротик, называемый корпус, выпали из утвержденного голландским синклитом корпуса президента Рембрандта все старушки и все старички, которые так трогательно на нас смотрят. В частности, вот этот. Здесь есть еще одна проблема. Как бы это портрет национальной принадлежности портретируемого. Главным поводом к тому, чтобы называть эту картину портрет старого еврея, был печальный взгляд, борода и что-то на голове. Что-то на голове ассоциируется сегодня с кипой. Но опять, когда люди, которые называли 100 лет назад, 150 лет назад эту картину портретом старого еврея, просто не очень хорошо разбирались в костюме. В костюме Голландии 17 века. Потому что это головной убор, который у него на голове, не имеет никакого отношения к еврейской кипе. Он имеет отношение к так называемой скалпхэт. Это маленькая такая, да, ермолка, то, что он по-русски называется. И в этой ермолке мы встречаем десятки и сотни портретов людей, которые к евреям не имеют, ну, гарантированно никакого отношения. Это головной убор человека преклонных лет, мужчины. Это головной убор знатока. Это головной убор профессора. Это головной убор мудреца. Вот и все. Ну и ладно. Зато у нас оригинал жертвоприношения Абсолютно точно. Правда. Так, поехали дальше. Блин. Так. У нас девятый номер. Синдики. Почему-то у нас тут вот он. Вот здесь. А, вот здесь. Десятый. Да. Да. Когда мы смотрим на эту картину, Синдики, во-первых, значит, кто это такие? А, вот кто это такие. Справедливо. Значит, перед нами функционеры. Перед нами люди, которых непосредственно профессиональные обязанности заключались в том, чтобы ставить клеймо на продукцию, которую производили в Голландии и на продукцию, которую привозили на кораблях в Амстердамский порт. Да? Значит, это, ну, вообще-то говоря, это ОТК. Отдел технического контроля. Отдел технического контроля, да. Другое дело, что это люди чрезвычайно богатые, это, как бы, ну, более-менее элита амстердамского общества, и эта картина очень наглядно показывает, насколько сложна была конфессиональная картина в Амстердаме рембардовского времени, да, потому что здесь мы видим двух католиков, кальвиниста, менонита, менонит, то есть анабаптист, да, человек, исповедующий христианскую религию, но главным поводом противоречия у менонитов с остальными христианами является, как у всяких нормальных анабаптистов, идея о том, что крестить ребенка нужно в детстве, да, анабаптисты, именно они, как их подразделение считают, что неразумное человеческое существо не должно подвергаться таинству крещения, человек должен вырасти, осознать, узнать, что такое вера, что такое мир, что такое люди его населения, и только после этого сознательным образом принять таинство крещения. Это есть какая-то логика? Ну, в штате Юта, например, живут много миллионов анабаптистов, которые именно так и считают. Вот, и многие эмигранты из Польши, Германии и свои анабаптисты были. Эти анабаптисты, именно они они, они в рембардовское время были уже такими добрыми пацифистами, очень порядочными, никогда не врали, отличались исключительно честностью в бизнесе, ничего не напоминает набор этих качеств в России, аналог. Староверы, старобрядцы, щукины, морозовы, боткины, да, вот, то есть экономическая элита России конца 19 века. вот эти люди входили в экономическую элиту 17 века, с ними очень приятно было иметь дело, они никогда не обманывали, да, вот купеческое слово, да, из пьеса Островского, если купец сказал, что в Астрахани 5 августа будет 4 парохода с черной икрой, то 5 августа в Астрахани будут 4 парохода с черной икрой, не с красной, и не 2, а 4, да, вот это люди, как бы, которые держат слово, да, кроме того, это еще один пример, который нам показывает, что никакого забытого гения у нас не было, это 62-й год, казалось бы, в этот момент, согласно нашему любимому французскому мифу, Рембрандт уже доедал последнюю корку и ходил примерно побираться по Амстердамским улицам, ничего подобного, да, он оставался прекрасным, да, известным, несмотря на то, что сменилась эстетическая парадигма, да, несмотря на то, что его искусство уже не было последним словом, последним словом было искусство Жерарда де Ла Ресса, его ученика, между прочим, сейчас хрен его знает, кто это такой вообще, в общем, мало наших зрителей, наверное, сходу определят, кто это такой, а это глава и теоретик голландского классицизма, да, все должно быть красивое, прекрасное, должно быть величавое, боги, герои, пегасы и все прочее, да, вот, и, но, 62-й год, да, это нам показывает, что Рембрандт, его реноме было на уровне, да, он часто терял своих патронов, да, но, тем не менее, до самого конца своей жизни этот человек, его гонорары, да, были абсолютно топ уровня, да, людям, которых забыли, людям, которые никому не интересно, не заказывают портреты членов Совета Гильдии Амстердама, потому что эти люди, это, ну, как бы, ну, на уровне Дерипаски, понимаете, это люди, которые реально управляют экономикой, самой сильной экономикой в Европе, да, это люди, от которых зависит благосостояние городов, если не стран, это люди контролируют производственные и товарные потоки, которые... Семибанкерщина? Ну, да, но там один из них служитель, да, один из них служитель. Так, ладно, переходим к главной картине. Ну, главной картине переходим. Какая у нас главная картина? Возвращение блудного сына. В общем, вот, если так, по-простому сказать по-русски, главная картина Рембрандта у нас находится в Эрмитаже, это возвращение блудного сына. Согласны или нет? Ну, в общем, да. И даже не только я согласен, дело в том, что голландцы довольно иронически относятся к Рембрандту, даже искусствоведы, они относятся к нему как к некоторой такой матрешешности, к некоторой такой клюкве в наших терминах. Я бы посмотрел на поток зрителей в Рейхс-музеум, если оттуда изъять всего Рембрандта. Ну, думаю, что он не слишком бы сократился. Но, в общем, когда... Нет, действительно, когда однажды ко мне приехали мои голландские коллеги, которые... Один из которых никогда не был в Эрмитаже, и я их запустил, значит, в галерею, а потом мы уже встречались вечером, и профессором Страдамского университета А меня обняло, сказал, ты знаешь, после посещения Эрмитажной галереи я все-таки поверил, что Рембрандт ван Рейн великий художник. Думаю, что этот противоречивый образ, который висит у нас, слава Богу, и покидал Эрмитаж единственный раз в истории во время Великой Отечественной войны, думаю, что это вполне заслуживает. Не вывозной шедевр, да? Нет, вообще никуда. С места не двигают. Нет. Последний, вот его после, во время войны его свозили туда-обратно в Свердловск, на Екатеринбург, и была проведена несколько лет назад регенерация лака, то есть неинвазивное воздействие на лаковые поверхности, то есть его не скребли, не срезали, как бы более мягкими способами, после чего выяснилось, что у него другая цветовая гамма, вот этот голубой рукав отца, его не было. Мы всю жизнь смотрели на эту картину и видели там только желтое, черное и красное. А выяснилось, после того, как наши реставраторы поработали с этой картиной и лак регенерировали, то есть возвратили в некотором смысле к более или менее первоначальному состоянию, выяснилось, что на самом деле это совершенно иное неравописное произведение. Значит, с этим тоже сложно. Во-первых, в корпусе Рембрандта Project это написано «Рембрандт и другая рука». Знаете, что? Да. Вот, вот наверху, да, во-вторых, конечно, это снова значит, вещь довольно загадочная, потому что, как говорится, спорят несколько картин о том, какая была последняя. Да, они могут спорить до поседения, потому что у нас нет документальных свидетельств, какая картина была последняя. Ну, была такая версия, что именно вот эта картина, которая осталась на подрамнике после смерти великого художника, абсолютно романтическая и имеющая минимальное отношение к действительности, особенно, если представить себе, в каком помещении в этот момент квартировал Рембрандт. Да? Мы знаем, что, то есть, сегодня довольно основательно исследование было проведено, как писали «Ночной дозор», и, по всей видимости, его писали в специальной галерее, которую пристроили во дворе Рембрандтовского дома, потому что такую махину просто не внести через дверь, там дверь гораздо меньше. То же самое и с этим. Понимаете? А представить себе, что такая огромная картина была последней, как-то не очень верится. С другой стороны, вечный вопрос с Рембрандтовскими вещами, окончена она или нет. Мы же знаем великое высказание Рембрандта, которое через, так сказать, через толкователей до нас дошло, что картина закончена, произведение закончено тогда, когда художник достиг поставленных перед ним собой, перед собой целей. Поэтому многие вещи и гравюры, и картины Рембрандта возбуждали интерес знатоков, и они говорили, что это вещи незаконченные. Вот с этим тоже не все совсем понятно. Более того, мы не знаем, когда она была написана. И это очень удивительно, потому что такая огромная картина, ну, вряд ли пожилой художник для самого себя писал картину на два с половиной, больше двух с половиной на два метра. это не похоже на картину, которую он хотел оставить в собственном доме и писал для себя. Но для себя они пишут. А истории заказа нет? Нет, истории заказа нет, мы знаем только, что она появилась в коллекции. когда-то была, но дело в том, что, к сожалению, в 18 веке случился пожар, и весь архив гильдии Святого Луки сгадил. Но если был заказ, тогда почему он не мог его делать? Нет, если был заказ, то да. Но вряд ли для домашнего употребления. В этом смысл. Опять, это противоречит идее о том, что он был несчастный, забытый и покинутый. Ну это ладно. Да? Если ему такое заказывали. Это не первое обращение Рембрандта к теме блудного сына. У него есть гравюра, у него есть афорт, но это абсолютно разные иконографические варианты. Да, вот это картина, которая людей настолько психологически прошибает, простите за выражение, что один американский паспорт, пастор, приехал в Советский Союз, простоял там несколько часов перед ней, уехал совершенно ошламленно и написал книгу потом о ней. Но книгу не о живописи, не о Рембрандте, а о том, как притча о блудном сыне интерпретирована и насколько она важна. Это как бы самая христианская картина, и эта картина собственно должна называться о всепрощении, о христианском прощении, о христианской добродетели такой страны. Вот при том, что досужие искусствоведы и недосужие искусствоведы, которые анализируют манеру наложения краски, которые анализируют материал, находят здесь достаточно убедительно, что здесь разные способы наложения пигмента на плоскость картины. Тоже, между прочим, довольно понятно. Немаленького размера картины, которые наносились в один период. Вроде бы да. Вроде бы да. Но работа с, еще раз, работа в барочной мастерской, в мастерской барочного живописца, работа с помощниками, работа с ассистентами, это норма. Но не может человек один написать картину размером с ночной дозор. Понятно, что ему помогали. Вот кто ему помогал здесь, не очень понятно, потому что как бы у нас источников практически нет. у нас есть огромное количество источников про банкротство, про судебные тяжбы, связанные с этим. Рембардт повел себя не самым лучшим образом, он, в общем, грубо говоря, обманул голландскую юридическую систему, и интересно, что после этого случая законы были изменены. То есть он вывел, грубо говоря, имущество, и вряд ли это вызвало сильно положительные отклики в кальвинистском Амстердаме. Но здесь как бы не об этом, здесь о том, что это один из самых субъективно сильных образов, но размер тоже имеет значение. Манеры наложения краски здесь очень разные. Здесь можно найти следы того, что он просто мастихином, то есть лопаткой. живописца бросал. Есть люди, которые говорят, что там можно просто отпечатки пальцев зарегистрировать и найти. Это особая тема отпечатки пальцев на картинах великих художников. Был недавно проект, когда пытались живопись Леонардо с этой точки зрения анализировать. Пытались найти отпечатки пальцев Леонардо, а началось, между прочим, все в Советском Союзе. После войны, после того, как Джорджоновская ЮДИФ вернулась из эвакуации, она подвергалась консервации, и в отчете статья, опубликованная в сообщениях государственного Эрмитажа, реставратор и хранитель пишут о том, что под лаком на красочном слое четко различимы отпечатки пальцев. Так что, возможно, в будущем нас ждет еще проект Джорджон Рисович Проджект, где будут суммированы все результаты дактилоскопии. Да не надо нам это... Что они... Ай, разоблачительные. Ну что, я предлагаю закончить с живописью и последнюю часть нашего разговора посвятить гравюре. Блестящая идея. Итак, гравюра. Берем... Вот есть такой вариант. Дайте я покажу зрителю. Потрясающая книга. Вот у меня ее нет. Не каждому дано. Не каждому дано. А она издана в 2012-м? Да, но... В 2012-м году в издательстве Эрмитажа Роман Григорьевич... В издательстве Чистый лист, но это не было. Гравюра Рембрандта из коллекции Равинского в собрании Эрмитажа. Блин, это вот такая вот тамина. Нигде ее купить нельзя, только в Эрмитаже. До сих пор Примотно. Все, я иду. Так, ну поехали. Пара слов общих. Значит, искусство печатной графики, искусство гравюры для Рембрандта было гораздо более интимным, чем живопись. Значит, почему мы имеем возможность такое утверждать? Очень просто. Обратимся к образовательной практике. У Рембрандта было огромное количество учеников. Зависливый Иохим фон Зандерард, немецкий обороченный художник, который одно время семь лет провел в Эрмитаже, в Амстердаме и работал как бы параллельно и, возможно, даже вместе с Рембрандтом, он писал, что доход Рембрандта в год от продажи работ его учеников и гравюр составлял две-две с половиной тысячи гульденов. Две с половиной тысячи гульденов в год это нечеловеческие деньги. Жалование профессора Лейденского университета было 300 гульденов в год. Но ученики Рембрандта делились почему вот эту цифру, когда мы приходим в Рембрандт-хаус, в то, что сегодня называется музей-квартира Рембрандта по-русски, и представить себе, что там сидит сто учеников и что-то делать невозможно. Выход очень простой. Ученики делились на три группы. Значит, первое, это были ученики, которые были на коште. Мы знаем даже цену, которую Рембрандт брал с них в год сто гульденов. Сохранился договорчик между папой ученика и Рембрандтом. Редчайший случай, но очень нам нравится. Это замечательная информация. А вот таких было немного. Таких было примерно там сегодня около сорока примерно человек. Но опять ученые спорят, кто-то отводит их до 20, кто-то увеличив до 60. Ну, в пределах. Это была первая группа. Это люди, которые пришли к Рембрандту, чтобы научиться писать, как Рембрандт. Поскольку Рембрандт это бренд и вперед. Они приходят и получают профессию. Ну, как мы приходили в советский вуз, получали профессию, потом жили на эти деньги. Значит, второй вариант. Второй вариант это средневековый вариант, так называют странствующие подмастерья. Любой крупный художник, кроме Вермеера и Рембрандта, нам известный, проводил после того, как он закончил обучение у своего мастера, он, ну, Дюрер, закончил учиться в Нюрнберге, поехал к Шангауру, ну, в Кальмар, но, к сожалению, Шангауру уже умер. К этому моменту, ну, ничего, сказал Дюрер, поехал в Италию, после Дюрера, нормой для жизнедеятельности художника в Западной Европе было путешествие. Несколько лет человек путешествовал, да, этот обычай сохранился и в рембартовское время, поэтому это второй класс учеников, которые работали, ученики, помощники, как хочешь их называть. И третий класс это сыновья амстердамских достаточных людей, богатых, для которых поучиться у Рембрандта это модно и интересно, да, можно сказать, а вот вчера я у Рембрандта там рисовал, не знаю, Данаю или Архангела Гавриила или копировал его автопортрет, да, вот, это люди, которые профессиональным образом никак не заинтересованы, это входит в их куррикулум, они тоже платили деньги, и если мы суммируем все три категории, то вполне человек до ста эти категории дойдут, да, зачем я об этом говорю? Я говорю об этом потому, что у нас есть документальное свидетельство, когда Рембрандт занимался в своем роскошном доме на Синт-Антонис-Брестрат, когда он занимался гравированием, он уходил в другую комнату, и даже запирался на ключ. То есть, художников, которых Рембрандт выучил, работать в своем стиле, в живописном стиле Рембрандта у нас огромное количество, да, а вот когда мы смотрим на гравюры, которые сделали ученики Рембрандта, и их есть, да, у нас там Фердинанд Боль, например, да, или там Конингс, да, то хочется плакать, потому, что ничего рядом с мощью маэстрии, да, как говорила покойная Ирина Владимировна Ленина, главный наш специалист по Рембрандту, рядом с маэстрией рембрандтовских афортов, то, что делали его ученики, детский сад, даже ясли, я бы сказал, а не детский сад, понимаете? То есть, это было глубоко персональное дело, да, это не исключает того, что Рембрандт действовал по инструкции Александра Сергеевича Пушкина, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, то есть, ситуация такая, он всячески искал разных новых решений в графике, да, он просто отодвинул примерно все, что было до него и стал делать все заново, в отличие от живописи, да, и при этом он очень хорошо умел продавать то, что он делает, да, Рембрандт был такая прекрасная черта, он изумительно умел зарабатывать деньги и вообще не умел их тратить, то есть, он спускал вместо того, чтобы платить за дом, да, мы по документам знаем, что у него было достаточно денег, его состояние после смерти Саски оценивается вдвое больше, чем он должен был заплатить остаток за дом, потому что он дом в рассрочку купил, да, он не мог заплатить 13 тысяч сразу гульденов, он заплатил там 3500, а потом только говорил, что завтра подождите, и мне ничего не будет, да, вот, то есть, он гениально работал, гениально умел продавать свои вещи, но не умел тратить, и это одна из причин банкротства, но не говоря о том, что была еще война, экономические кризисы, все такое прочее. Итак, если мы положим рядом вещи Рембрандта, исполненные в гравюре раннее и позднее, у нас будет то же самое, что с живописью, да, то есть, если бы я перед вами разложил на столе и не сказал, что это Рембрандт, вы бы сказали, что, конечно, тут 4 или 5, может быть, разных художников, но он выдвинул, при том, что вокруг него было огромное количество, да, сотни блестящих, совершенно замечательных граверов, его старшим современником был Геркулес Зегерс, который, вообще, говорили, что он делает печатные картины, да, потому что этот человек изобрел новую совершенно методу производства графических изображений, гравюр, он, что такое гравюра со времен Дюрера? Это искусство черно-белых линий на белом листе бумаги, правильно? Да. Ну, другое дело, что до Дюрера это было неправда, потому что до Дюрера гравюра была живая, цветная и расписная, как попугай, грубо говоря, да, но, начиная с Дюрера, это благородное искусство черного и белого, да, вот Геркулес Зегерс совершенно наплевал на эту историю, и он благородное искусство черного и белого превратил в цветастый мир печатной графики. Он мог лимонно-желтым, предварительно покрашенным лимонно-желтой краской напечатать красным и зеленым, мог, там в Эрмитаже есть его гравюра на темно-фиолетовом напечатана черным, вообще ничего не видно практически, да, та же рядом с той же доски отпечаток на розовом фоне зелеными чернилами, да, то есть идея оттолкнуться от вот этой черно-белой поэтики, да, и идея такая абсолютно анархическая в своем роде, которую подчеркнул тем не менее у Зегерса Реймбарт, идея воевать с натурой печатной графики, да, потому что до Зегерса, начиная от начала европейский гервер Эду Зегерса, все ориентировались на то, что гравюра это искусство многократного повторения одного и того же изысканного или не очень, это уже не важно, образа, да, то есть у дюрера есть гравюра, там, всадник, рыцарь и смерть, да, вот, дюреры печатают 250 раз, и каждый из этих оттисков абсолютно адекватен другому, да, ну, доска стирается со временем, да, ну, как бы одни самые четкие первые, там, вторые в конце уже, но в принципе это одно, первый пресс, одно и то же произведение искусства, да, оно не отличается, вот Зегерс разрушил эту концепцию, потому что с одной и той же пластины медной, которая называется доска, с одной и той же пластины он делает абсолютно радужную серию, потому что он печатает разными цветами на разных бумагах, а потом еще дорабатывает кистью, да, то есть это уже какой-то выход за эстетику дюрерской гравюры, вот классического нашего понимания, что сделал Рембрандт, он позаимствовал на него эту идею, но без цвета, то есть Рембрандт, эволюцию гравюр Рембрандта можно описать как движение в сторону, положение, когда каждый из отпечатков с одной и той же медной доски будет самостоятельным произведением искусства, неравным тому, что было напечатано до того, да, и для этого у Рембрандта есть множество способов, значит, еще раз повторяю, он никогда не печатал в цвете, за исключением, может быть, для одного из афортов он употреблял более серые, чем черные чернила, ну, чтобы, как будто бы, это отдых на пути в Египет, такая, очерка мафорт, и пространство этой гравюры залито светом, да, вот Мария и Иосиф остановились передохнуть, да, первые беженцы, значит, в нашей истории, вот они сидят на обочине дороги, и они залиты светом, поэтому теней почти нет, контур, да, и этот контур как будто бы нарисован серебряным карандашом, вот в этом случае, это, кажется, единственный случай, когда Рембрандт позволил себе не черные чернила, а вот какие-то немножечко сероватые, да, но с другой стороны, он ввел в искусство гравюры игру с материалом основы, да, то есть до Рембрандта, ну, здесь заключение Мазакерса, да, он у нас исключение, мы его оставляем в стороне, до Рембрандта все печатали на белой бумаге, прекрасная бумага, швейцарская, немецкая, французская, в Амстердаме свою бумагу стали делать, когда Рембрандт уже заканчивал свою карьеру, что стал делать Рембрандт? Он стал печатать на разных бумагах, черными чернилами, но, то он берет белую, вот эту нормальную европейскую виржированную бумагу, рядом, он что делает? Он печатает на восточной бумаге, он был какой-то совершенно абсолютно сумасшедший экспериментатор, вот через год после того, как в гавань Амстердама вошел первый корабль, это документировано, с грузом японской бумаги, через год у Рембрандта появляются отпечатки на японской бумаге, потому что никто из примерно ста граверов, которые живут в Амстердаме, вокруг него, его коллеги, никто из них этого не делает, он был один, он был один, чем хороша японская бумага? Это такая, ну, это бумага, которая сделана из дробленого тростника японского, называется гампи по-японски, и она, в отличие от европейской бумаги, имеет некоторую, ну, фиктивную, конечно, глубину, она как бы светится изнутри, она как бы медовая, абсолютно другой тон, не вот эта мертвенно-белая европейская бумага, убитая, да, она бумага-мертвец, а японская бумага мерцает, да, это раз, второе, у нее другой поверхностный слой, у нее как будто бы чуть-чуть лакированный, поэтому, когда ты печатаешь на европейской бумаге, да, а перед печатью на афортном станке бумагу замачивают, чтобы она всасывала лучше, да, из этого рельефа, который проделан на доске, который закатали краской, потом кладут в афортный станок и прокатывают туда-сюда под двумя тяжеленными металлическими валами, создается невероятное давление, принцип такой же, как у сканера, давление каждую секунду только вот на ниточке, да, ксилография и гравюра на дереве печатают по-другому, там просто вот пресс, он опускается и давит на всю доску сразу, понятно, да, пресс, как книжки печатают, да, а афортный станок, он другой, подвижной столик под, между двумя тяжеленными, реально вот такими металлическими колоннами, да, поэтому давление, когда печатают деревянную гравюру, совершенно не сопоставимо с медной, если бы деревянную гравюру засунули, она бы слопнула просто, дерево не выдержит такого давления, да, а металлическую гравюру выдерживает, там ее специально укладывают фетр сверху, фетр снизу, да, вот, так что делает Рембрандт, чтобы его черная краска не уходила внутрь, он берет японскую бумагу, ну, восточную, да, мы, ученые спорят, там, китайская, индийская, японская, тогда это называлось японзе пейпер, папер, да, то есть, тогда они не различали, это мы уже сейчас извращаемся, вот, и поскольку у нее такой жестковатый, как будто бы лакированный верхний слой, она не впитывает чернила, все чернила, которые вы на нее положили, остаются на поверхности, и для этого это дает Рембранду возможность опечатать, так называемую, гравюру сухой иглой, с живописными эффектами, знаменитые, большие вещи Рембрандта, Эки Хома, то есть, все человек, три креста, да, это вещи, это огромные, большие, да, гравюры, и каждый штрих на этой доске, он своей лапой, да, у него, видимо, была невероятно сильная кисть, проводил, просто раздирал доску, игла раздирает, она не режет, да, поэтому заусенцы встают, эти заусенцы называются барбы, да, куски металла, которые мы от нашей иглы в сторону ставим, значит, все нормальные гравюры, до Рембрандта, что делали? Они эти барбы срезали, ножом, и печатали свою доску, Рембрандт, один из первых, ну, чуть-чуть было у дюрера, догадался, что эти барбы нужно оставлять, потому что, когда мы забиваем краску в медную доску, краска заползает под эти заусенцы, и когда мы печатаем, то у нас получаются такие кляксы, управляемые, да, как будто бы мы кистью работаем, получается живописные эффекты, да, во множестве Рембрандтом использованные, и это уже, конечно, не дюрерская совсем эстетика, да, вот, кроме этого, да, он варьирует, значит, он варьирует основу, он еще использует так называемую овсяную бумагу, это бумага, которую, в которой в советском гастрономе на колбасу заворачивали, коричневая бумага с фибрами, да, с пробегом, вот, и тоже, потому что его интересует тон, да, он на этой бумаге печатает, у нас есть, например, святой ироним в итальянском пейзаже, да, огромная, ну, вот такая вот большая доска, которая печатается, одна и та же доска, печатается на разных бумагах, с разными эффектами от сухой иглы, поэтому каждый отпечаток реально получается новым произведением искусства, вот это, очень коротко, это эстетика гравюры, которую привнес Реймбрандт, до него так никто не работал, понимаете, что в гравюре это революция, да, вот это вот, например, сухая игла, да, вот, Авраам, принимающий трех ангелов, да, вот эти вот черные, кляксинки, ну, вот, кляксинки, или то, что вот, вот это, да, драйвер-класс, это то, что остается под заусенцами, под этими барбами, это называется эффект барбов, да, это какой год, примерно, это конец, да, это конец, он за несколько лет до смерти прекратил, ну, или датировать, или делать гравюры, да, замечательно, вот, то есть, каждый отпечаток с этой доски, в зависимости от того, как он набивается краской, и насколько сминаются эти барбы, да, каждый отпечаток становится индивидуальным, да, у Геркулеза достигает того же через цвет, а этот гораздо более изощренно, у него цвета нет, у него есть тон основы, да, или, почему, соответственно, вот великие гравюры Рембрандта, его «Три креста», например, да, вот это, вот эта вот симфония, в черно-белом, да, что это такое? Это тот самый случай, когда не продается вдохновение, но можно рукопись продать, он делает первое состояние, да, состояние – это изменение доски, сначала он делает вот это, да, потом он печатает, вот эти вот черные, да, страшные пятна прекрасные, да, он печатает, но эти барбы, когда они прокатываются под этим огромным железным валом, они что делают? Они сминаются, через несколько, там, 20-30 отпечатков, уже не сочный отпечаток, да, что он делает? Он берет иглу и продолжает прямо по доске наносить что-то новое, продолжает делать, да, снова печатает, да, снова стирается, он снова продолжает дегравировывать ту же самую доску сухой иглой, и всего у нас есть пять состояний, да, то есть пять разных произведений, сделанных с одной и той же медной доски, потому что он печатает первые оттиски ранее на вот этих смешных бумагах, на японской, на китайской, на индийской, которая красноватая, коричневая, на овсяной бумаге или на пергаменте, и вот этот, первые, вот эти первые отпечатки, первые тиражи, они распределяются по той самой компании, зрителей, коллекционеров и любителей, которые он воспитывал, начиная с 30-х годов, да, потом, второе, там, третье состояние, это так называемые коммерческие состояния, когда ему уже, он наигрался, грубо говоря, он уже достиг всего, чего он хотел, и он эту доску просто печатает уже без изменений, в огромном, ну, в значительно большем числе вариантов, да, и это выходит на рынок. Кроме этого, посмотрите на эти два отпечатка, да, когда был, в 1751 году, Френсуа Эдмежерсеном сделан первый каталог Афорта Фрембранта, гравюр Рембранта, бедный француз встал перед вопросом, как это может быть одна из та же доска, вот этот человек здесь есть, а этого нет, да, Иоанн, здесь у него руки так, здесь у него руки так, здесь есть воютие, ну, много отличий, да, то есть, если бы мы были Ротшильдами, да, это эрмитажное собрание, это собрание русского сенатора Равинского, у него хватило денег только на два состояния, да, одновременно с ним на тех же самых аукционах бился барон Эдмуд Ротшильд, знаменитый еврейский филантроп и миллиардер, или миллионер, не помню, у него хватило денег на пять, да, если бы мы сейчас положили пять отпечатков первое состояние, второе, третье, четвертое и пятое, то мы бы увидели, что Рембрандт в конце своей карьеры, пятьдесят третий год, создает изобразительный аналог библейскому повествованию, потому что от света к тьме, и вот это у нас четвертое состояние, да, вот это уже то, что мы с детства помним, тьма надвинулась на священный город Иерусалим, да, головная боль пронзила голову, а прокуратора, это тот момент, когда разодралась завеса в храме, тьма пала на Иерусалим, да, и Христос воскричал «Элоим! Элоим!» да, то есть поздний Рембрандт, Рембрандт пятидесятых годов, если отвлечься от всего остального, что он делает, он создает свое собственное Евангелие от Рембрандта, последние, в пятидесятые годы, последние десятилетия, когда он работает, он доходит до практически кинематографической эстетики, потому что вот то состояние, которое он использует, одно за одним, он меняет картинку, он практически это кино, но, подчеркиваю, отпечаток, сделанный с одной и той же гравюры. Есть веселая история, которую раскопал лет 15-20 назад замечательный голландский коллега наш, дюдок Ван Хель, главный архивист рембрандтовский, он задался вопросом, почему в 1653 году у нас нет примерно ни одной картины, датированной Рембрандтом, и у нас нет ни одного афорта, а только есть сухая игла. Ну, есть еще один такой год, 1649-й, от которого до нас не дошло ни одной подписной работы, но там ученые все еще продолжают исследовать. А здесь выяснилось, что в этот момент что происходило в доме? Вот эта самая Амстердамская рублевка, которая была выстроена в самом начале 17-го века, постепенно стала съезжать в канал. Дома были построены на не очень фундированном фундаменте. И они поехали в канал. Что сделали бодрые амстердамские строители, которых вызвали собственники домов? Они сделали примерно то же самое, что команда Джорджа Клуни в известном фильме. Они подводили под каждый дом огромные домкраты, поднимали этот дом, а это улица, состоящая из домов, которые вот так стоят. Поднимали этот, на полтора метра примерно, этот дом, укрепляли под ним почву, опускали его и переходили к следующему. Теперь представьте себе, какие звуки и какое запыление в тот момент, когда вы дома пятиэтажные двигаете туда-сюда, сколько цемянки вот этой пыли в доме. И в этот момент совершенно справедливо реконструировал дюдок Анхель, в этот момент Рембрандт просто не мог писать. Потому что пыли в воздухе было столько, что она бы вся села на картину. И он не мог заниматься афортом, потому что лак закрылся бы этой самой пылью. Поэтому, что сделал Рембрандт? Он сидел и работал в единственной доступной ему технике, которая называется сухая игла. Это искусствоведение, аннидетектив. Офигеть! Другая великая гравюра Рембрандт. Называется Экхома. Поздняя Экхома, горизонтальная Экхома, 1655 год. И здесь мы видим ту же самую картину. Здесь у нас больше состояний, 8. Но здесь та же самая история. Вот здесь стоят как бы зрители и как бы участники действия. Участники действия, это, как мы понимаем, кто? Это иерусалимские евреи. То есть, вот это вот евреи, которые поднимают руки и кричат «Распни его, распни его!» Мы не хотим его. Во что он и ходил? Он и ходил в костюмы европейцев. Костюмы 16 и 17 века. Да-да-да, даже такие эти, не котелок, а цели-великие такие. Ну, это шапки, которые в огромном количестве существуют у дюрера, которые он у него заимствует. Что он делает потом? Потом он вот этим самым шайбером, ножом, счищает вот эти все. Он убирает эту толпу. Вот здесь. Ну, это восьмое состояние, самое последнее. А это пятое. Вот в шестом состоянии толпы нет, и здесь еще нету вот этих арочек. То есть, это кинематографический прием. Убрав толпу, которая стоит между мной и спасителем, он как бы приближает кадр. Он интимизирует изображение. Он приближает Христа, Пилата, Христа и Вараву, он приближает к нам. Откуда взялись арочки? Арочки страшно интриговали искусствоведов. Никто не мог понять. До тех пор, пока в 1956 году в родном городе Ремборта в Лейдене не были произведены раскопки, которые обнажили ушедшую в землю нижний этаж Лейденской ратуши. И выяснилось, что в Лейденской ратуши были один в один вот такие арочки. То есть, это примерно впечатление детства. Он перенес архитектурную деталь 17 века или, может быть, 16 Лейденской ратуши вот сюда. Ну, потому что в каждой ратуши каждого голландского города внизу была тюрьма, впадавали. Людей судили в ратуши, не было специального здания суда. Людей судили в ратуши. Вот это как бы то, вот эта поэтика, вот эта идея того, что можно ввести в плоскую двухмерную гравюру категорию времени, вот это та революция, которую он устроил в печатной графике. Вот это раннее Экки Хома. Здесь еще он и его коллега Ян Ван Влитт, у них были отношения в дополнительной дистрибуции гений. Рембардт был гением-художником, но у него было очень плохо с технологиями. А Ван Влитт был весьма посредственным художником, но было отлично, он был замечательный технолог. Афорт очень капризная техника. Поэтому бывали случаи, когда Рембардт гравировал большую картину снятия с креста, засунул ее в кислоту, и тут случилось страшное. Кислота попала между медной доской и кислотно-упорным лаком. И все пошло насмарку. Пришлось регравировать вот такую медную доску. Вот после этого, а со всей очевидностью, он обратился к Анвлиту и работал с ним некоторое время в кооперации. А потом я ехал в Амстерд. Ну, фантастика. Спасибо огромное. У меня даже слов нет. Это ничего. Вообще, спасибо. Офигеть. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok